Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал диетолога Скачко. Если вы считаете, что высокий холестерин в крови у вас норма, вы ошибаетесь. Это опасное для вашей жизни и здоровья состояние как здесь и сейчас, так и в отдаленной перспективе. Опасность здесь и сейчас. Чем выше уровень холестерина в крови, тем выше вязкость крови и выше артериальное давление. И если у вас 2 в 1, иными словами, и есть высокий холестерин и артериальное давление, напишите у меня 2 в 1. Но, скорее всего, у вас 3 в 1. Обычно, когда повышается холестерин, плохая работа печени не управляет и уровнем сахара. И у вас уровень глюкозы может быть выше, чем 4,5 ммоль на литр. И если у вас такая ситуация, напишите в комментариях. У меня 3 в 1. И сахар, и холестерин, и повышенное артериальное давление из-за высокой вязкости крови. И вам нужно знать, как снижать эти два опасных для жизни показателя. Потому что повышенный холестерин в отдаленной перспективе. Это атерослероз в сосудах, которые будут тестироваться повышенным артериальным давлением. И если у вас уже 4 в 1, напишите у меня, к сожалению, 4 в 1. И в любом случае это видео вам поможет. Я расскажу вам в этом видео не просто, как снижать, вернее снизить уровень холестерина. А как снижать его и контролировать на оптимально низком уровне. Просто высокий уровень холестерина – это знак равенства атерослероз в сосудах и кардиологический риск. Низкий уровень холестерина – ниже 4 ммол на литр. Это онкологический риск. Снижается активность вашей, вернее эффективная работа вашей иммунной системы, нарушается. И вам нужно больше знать про рак, профилактику и раннюю диагностику. Вот в этом видео я вам расскажу про один известный рецепт, как снижать уровень холестерина в крови. И дам свои комментарии, чтобы вы не наступали на те грабли. Или не совершали те ошибки, которые совершила часть моих пациентов. И, к сожалению, они уже не с нами. Просто известная настойка чеснока, она имеет свои подводные камни. И секреты диетолога в этом видео вы узнаете. Кстати, если вы не знали, что настойка чеснока – эффективное противоатеросклеротическое средство, напишите в комментариях, что я не знал, что настойка чеснока так эффективна. А я вам расскажу и докажу. Итак, что нужно? В первоисточнике на глийных табличках 5000 лет назад было написано. Берете 400 грамм чеснока и измельчаете в ступе пестиком до однородной, кашицеобразной. Массы, кашицеобразной консистенции. Далее добавляете спирт, содержащий раствор для экстракции. Плотно укупориваете, помещаете в холодное место. При периодическом взбалтывании, перемешивании настаиваете две недели. Процеживаете, отжимаете. И используете каплями, добавляя в цельное молоко. И казалось бы, что здесь сложного? Рецепт известен. Технология понятна. Эфирные масла чеснока, растворенные в спирте, попадают в кровеносную систему. Растворяют холестерин. А обладая желчегонной активностью, действительно помогают вашей печени правильно работать и выводить холестерин из вашего организма. Если бы все так было просто, не было бы больных с атеросклерозом сосудов, не было бы гипертоников, не умирали бы люди внезапно от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом рецепте заложено несколько сложных моментов, которые нужно правильно использовать. Момент первый. Многие считают, что можно вести любой образ жизни. И настойка чеснока, это как молотильное яблоко. Это средство омоложения организма. Напомню вам, в рецепте заложен тест. Который показывает, а поможет вам настойка чеснока, либо нет. Иными словами, если ваш образ жизни привел вашу сердечно-сосудистую систему в не самое простое состояние, то вы самостоятельно вряд ли сможете без перерыва, без одышки, без сердцебиения, без гипертонического криза измельчить в ступе пестиком 400 грамм очищенного чеснока до кашицеобразного состояния. Этот первый тест, он обязателен. Он показывает, вы действительно молоды. И эта настойка помогает сохранять молодость. Либо вы уже в разной степени больны. И вам нужно применять несколько иные средства для поддержания уровня здоровья. Эта особенность очень важна. Если вы понимаете, что износ сердечно-сосудистой системы при таком волшебном средстве может оказать на вас плохое воздействие, напишите в комментариях. Я не знал, что это очень важный показатель. Это реально важный показатель. А в этом видео я расскажу еще несколько ошибок, которые можно случайно совершить и создать себе проблему со здоровьем и жизнью. Как могут готовить настойку чеснока в современных условиях? Да, я понимаю. Вы первый этап можете опустить. Вы можете использовать более современные средства. Например, таким устройством. Измельчить чеснок. Превратить его в кашицеобразное состояние. Либо можете использовать соковыжималку. В этом случае имеет значение концентрация спирт, содержащего раствора для полноценной экстракции биологически активных веществ. Если вы измельчаете подобным способом, то очень важно, чтобы концентрация спирта в среде, где будет настаиваться чеснок, была не выше 40 градусов. Просто более высокие концентрации спирта оказывают дубящее действие. И большинство биологических активных веществ останется внутри кашицы чеснока. И не попадет настойку. Если вы приготовили с помощью соковыжималки, получили сок. Вы знаете, это такая достаточно тягучая маслянистая жидкость. То можно смешивать ее в соотношении один к одному с обычной водкой. Или с спирт, содержащим жидкостью любой концентрации. Не имея значения, вы уже все извлекли. Вам уже не нужно извлекать дополнительно что-то из сока. Вам нужно консервировать. Консервирует концентрация спирта выше 20 градусов. То есть вам здесь, как говорится, карты в руки. Вы можете выбирать из того, что у вас есть. И в этом случае настойка чеснока может храниться. Какая ошибка может быть у части взрослого населения, которым нужна такая настойка для улучшения состояния сосудов, для поддержания своей молодости? Раньше использовали для того, чтобы перенести в организм биологические активные вещества из настойки чеснока, использовали цельное молоко. Сегодня уровень здоровья взрослого населения таков, что у части людей есть лактазная недостаточность. И казалось бы, этот рецепт для вас неисполним. На самом деле, вы можете использовать еще один секрет диетолога Скачко. Вам достаточно настойку чеснока помещать не в молоко. Можете использовать простоквашу, кефир, йогурт, тан, айран, кумыс. Любой кисло-молочный продукт, который прошел стадию брожения, фактически молочный сахар превратился в молочную кислоту. Продукт скист, молочного сахара нет, непереносимости лактозы нет. И вы можете этот рецепт тоже использовать. В этом случае вновь он может помогать вашим сосудам оставаться в хорошем состоянии. Какая еще особенность есть в этом рецепте, которую нужно учитывать, чтобы не попасть на проблемы? Часть моих пациентов попрощались с жизнью именно этим путем. В рецепте написано, первый день используйте три раза в день. Это ключевой момент. По одной капле в столовой ложке молока. Второй день – две, дальше – три. Повышаете до 25 капель, потом спускаетесь до одной капли. После этого повышаете количество капель в однократной порции до 25-30. И употребляете до тех пор, пока настойка чеснока у вас не закончится. Здесь серьезная опасность для вашей жизни. Напомню, что экология 5000 лет назад была значительно лучше, чем современная экология. А что это вам дает? Вернее, что у вас это отнимает? Современная экология воздействует различными путями на ваш организм. Иными словами, вы можете употреблять плохо очищенную воду. Низкого качества продукта питания. Либо вы не знали, как избавиться кулинарно от экологических шлаков и токсинов. Либо вы не знаете, как правильно дышать. И вдыхали неочищенный воздух. Он попадал в дыхательную систему. Неважно, каким путем. Включая и современное медикаментозное лечение. Любые токсины могут воздействовать на артериальные сосуды. И подготавливать их к дальнейшему развитию там атеросклеротической бляшки. Если же вы, конечно, знаете чуть больше, чем другие, что делать, если у вас есть печень и почки. Такая информация опубликована в одной из более 50 опубликованных в моей книге и брошюр. То вы знаете, как своевременно и правильно очищать вашу кровь. И отрасли рост сосудов у вас разобьется несколько позже. Чем у ваших современников, которые эти особенности не знают. Раньше этого не нужно было делать. Экология была 5000 лет назад, напомню, несколько иной. Поэтому в современных условиях нужно учитывать. И когда вы используете настойку чеснока в больших дозах, у вас может возникнуть серьезная проблема. Все считают и все хотят, что гипотетически находящиеся в сосудах атеросклеротические бляшки таким волшебным способом будут растворяться. Будут растворяться, если вы знаете секрет диетолога Скачко. О котором я расскажу чуть позже. Если вы используете рецепт в том первозданном виде, созданном 5000 лет назад. Когда бляшки были небольшие, скорее всего. И развивались в возрасте 70+. Как это было еще 50 лет назад. Была редкость, когда атеросклероз развивался в более молодом возрасте. Чаще всего это женщины старше 70 лет, мужчины старше 60 лет. Такие долгожители 5000 лет назад тоже были редкостью. Там была иная причина смерти. Увы, банальные пищевые инфекции. Где-то выпил недоброкачественную воду, где-то съел недоброкачественный продукт питания. И в эру отсутствия антибиотиков погибал. Хотя, если в это время пить настойку чеснока, чеснок, обладая антибактериальными свойствами, мог сохранить жизнь и такому неудачнику. Иными словами, осложнить жизнь в микрофлоре, пока иммунная система с ней не справится. В современных условиях атеросклероз оволодился. У мужчин может начинаться в возрасте 25, у женщин в возрасте 35 лет и старше. И в этом случае настойка чеснока может вам навредить, если вы не знаете реальное состояние сосудов. Либо вы используете те рекомендации, которые, на мой взгляд, уже немножко устарели. Как минимум лет 50-60, так точно. О чем свидетельствует, к сожалению, печальный итог некоторых пациентов, которые использовали настойку чеснока именно в этой дозе. Что советует диетолог Скачко? А он советует использовать настойку чеснока несколько иным способом. Вы используете либо молоко, либо кисловолочный продукт в количестве 1 столовая ложка. Здесь ничего мы не меняем. Первый день капаете по одной капельке. И используете за 15-20 минут до еды. Можно за 10 минут до еды. 5 раз в день, как это нужно, чтобы работала ваша печень в оптимально эффективном режиме. 5 раз в день вы первый день приняли. Второй день, как по рецепту, 2 капли. И тоже по диетологу Скачко. 5 раз в день перед едой. Третий день 3 капли. А вот что делать дальше? Вот здесь диетолог Скачко говорит, а дальше оставайтесь на этой дозе до тех пор, пока настойка чеснока у вас не закончится. Что вы этим путем или таким образом получите? Если вы будете использовать старинный рецепт и продолжать повышать количество капель настойки чеснока в каждый прием, у вас может возникнуть интересная ситуация. Ну, во-первых, напомню, что настойка чеснока с молоком, либо с кисловолочным продуктом обладает желчегонными свойствами. Если вы не знали состояние желчного пузыря, а именно есть у вас там желчекаменная болезнь, либо нет. У современных людей в возрасте, когда уже нужно заниматься сосудами, вернее, когда вы считаете, что уже достигли того возраста, когда чищать сосуды нужно. У третьих людей, как говорит мой друг патологоанатом, в желчном пузыре присутствуют камни. И обладая желчегонными свойствами, настойка чеснока может обострить, превратить калькулезный холецистит в желчекаменную болезнь. Приступ желчекаменной болезни. И вы, ведя таким образом здоровый образ жизни, оказываетесь в мягких руках хирурга-гипотолога, который с удовольствием удалит вам желчный пузырь вместе с камнями. И расскажет, как правильно вести здоровый образ жизни. Если вы используете настойку чеснока и любите просто пить воду, то у вас может возникнуть другая ситуация. У вас может обостриться мочекаменная болезнь или как минимум солевой диатез. В случае мочекаменной болезни точно так же вам расскажет хирург-нефролог о том, как же правильно вести здоровый образ жизни. И поблагодарит вас за нового клиента. Ну а врач-уролог тоже может рассказать вам, как интересно обострился у вас цистит, простатит. В зависимости от вашего пола. Вследствие движения солей по мочевыделительной системе с провоцированной настойкой чеснока. Если вы используете настойку чеснока для лечения имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой системы, иными словами, у вас есть атеросклероз в сосудах. И вы рассчитываете на то, что бляшка атеросклеротическая будет обмываться и уменьшаться в объеме. Уменьшая степень перекрытия просвета сосудов и облегчая кровообращение. То большая доза может сделать несколько иное действие. Бляшка может не обмываться, а вы можете ее подрыть. И элемент бляшки, оторванный от фактической бляшки, перекрывает соответствующую диаметру сосудов. И вам легко поставит врач-кардиолог, либо невропатолог диагноз. Он точно вам скажет, какой сосуд в случае невропатолога. Чаще всего это сонные артерии. В случае кардиолога там три варианта. Три коронарных артерии. В любой из них могла быть бляшка. И вы могли разрушить ее настойкой чеснока. Здесь может быть проблема. Если же вам повезет больше. И бляшка не разрушится, а будет действительно уменьшаться в объеме. И вы это сделаете слишком быстро. То бляшка на сосуде это пластырь, который механически укрепляет стенку. Как только бляшка растворилась, сосуд не успел адаптироваться к этим условиям. Он может разрушиться во время очередного гипертонического криза. И здесь вновь может быть проблема. Поэтому, если вы хотите испытывать свой уровень здоровья старинным рецептом. Ну, испытывайте его с рекомендациями диетолога Скачко. Иными словами, малыми порциями, частым употреблением. Вы помогаете работать всему своему организму более правильно. И снижать уровень холестерина самым безопасным для вас способом. А для того, чтобы еще эффективнее снизить холестерин в крови и предупредить развитие атеросклероза в сосудах. Цена вопроса, знаете, она достаточно высока. Один стенд стоит около 5000 долларов. А таких стендов в сосудах можно поставить много. Напомню, что длина сосудистого русла это 100 тысяч километров. Только в части из них, к счастью, может быть атеросклероз. Только в артериальной части кровеносной системы она тоже достаточно большая. И я думаю, что вряд ли вы будете с регулярностью как на работу ходить к сосудистому хирургу, проверяя в каком состоянии находится вся система. Защита проще правильно контролировать уровень холестерина в крови. И часть задачи решает настойка чеснока. Какую часть задачи? Важную. Снижение способности холестерина откладываться на сосудах. И настойка чеснока помогает работать печень, если вы используете 5 раз в день правильно. Для того, чтобы удалить холестерин из кровеносной системы, перевести его в желчный пузырь, у кого нет, или транзитом в кишечник. А вот дальше окисленный холестерин может опять сосаться. И опять оказаться в кровеносной системе. И чтобы разорвать этот патологический круг, нужно использовать еще один секрет диетолога Скачко или полезный совет диетолога Скачко. Самый простой вариант. Вы используете яблоко. Правильно подготовленный. Если вы считаете, вы начитались, что молодильные яблоки помогают, и вам нужно сгрызть одно яблоко в день для вашего здоровья, то грызть яблоко нужно. Вопрос, что делать с яблоком, когда вы измельчили его в полостер. Тайными словами, у вас была механическая нагрузка на зубы. Вы потренировали зубы, вы укрепили десна. Только после этого, самое рациональное движение, вы должны яблоко не проглотить, а выплюнуть. Потому что измельченное таким образом яблоко. А самое опасное в яблоке, это шкурка. Она работает как бритва. По слизистой желудка, как минимум. И таким способом очень легко обострять хронический гастрит и довести его до состояния атрофический гастрит. После чего пищеварение в желудке у вас нарушается достаточно критично. А следующий шаг, это уже рак в желудке. Поэтому, для того, чтобы яблоки использовать правильно, я советую вам все-таки использовать яблоки не в сыром виде, а в термически обработанном. А приготовите вы из яблок компот, либо запечете яблоки, это уже, как говорится, ваш выбор. Главная особенность для того, чтобы у вас жировой гипотоз печени из-за яблок не развивался, всегда нужно удалять шкурку. Когда вы варите компот, вы варите яблоки без шкурки. Когда вы запекаете яблоки, вы можете запекать целиком, но кушайте без шкурки. Находящийся на поверхности яблока воск, когда вы потрете, оно начинает блестеть. Это вы натерли воск. Неважно, вы воск натерли, вы воском натерли пол. Он тоже блестит по этой же причине. Вот этот воск чудно растворяется желчью, попадает в кровь, попадает в печень. Дальше желчные кислоты, которые туда принесли воск, уходят в кишечник за новой порцией либо воска, либо витаминов, а воск остается в печени. И возникает проблема, нарушается работа печени. Кушайте яблоки правильно, и ваша печень будет более здорова. Больше информации в книге, что делать, если у вас есть печень и почки, или в ее предшественнице, что делать, если у вас есть печень. Что еще важно использовать, если одних яблок маловато, если у вас генетика не очень хорошая. Вам нужно более активно влиять на ваши сосуды. Есть простое средство, которое, к сожалению, только после моей консультации люди используют в более значительных количествах. Это морковь. Чем интересна морковь? Ее тоже нужно использовать после термической обработки. При этом она из такого бледного состояния переходит в более яркое. И это говорит о том, что вы провели простую химическую реакцию. Тот бета-каротин, который был в этой моркови, разрушился. И теперь в морковке из каждой молекулы бета-каротина две молекулы витамина А, которые дают такую яркую окраску. А что дает бета-каротин вам? Что дает вам витамин А в организме? А он дает очень простую вещь. Он помогает вам дополнительно защищать ваши сосуды от атеростероза. Он помогает укреплять вам иммунную систему, чтобы вы не думали о ранней диагностике рака. Потому что это один из активных элементов профилактики рака. И лечения онкологических заболеваний. Он даст вам улучшение зрения. Он даст вам много особенностей. Читайте про витамин А, про бета-каротин. Прочитайте, вы поймете, что это очень важный элемент, который должен попадать в ваш организм. Но! И пектины, яблоко. При термической обработке, вернее после термической обработки. И клетчатка моркови. Они обладают прекрасными сорбирующими способностями. И будут в кишечнике связывать и окисленный холестерин, и пестициды, и гербициды, и соли тяжелых металлов, и радионуклиды, и другие токсичные химические вещества, которые могли попасть с пищей в ваш организм. С продуктами питания, с напитками, каким угодно образом. Но сорбенты помогут очистить не только ваш кишечник, но и вашу кровь. Ваши кровеносные сосуды будут поддерживаться в хорошем состоянии, если холестерин будет оставаться все-таки на пектинах моркови. Но если у вас есть склонность к запору, да, часто так бывает, вам нужно еще одно движение сделать. К сожалению, если у человека есть запор и атроцироз в сосудах, то часть людей в этом случае умирает в туалете. Натуживание, попытка избавиться, очистить кишечник от содержимого, создает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. И можно легко и просто умереть. Но если вы не знаете еще один секрет диетолога, как избавиться от запора за один день, такое видео есть на моем канале. Можете просмотреть более подробно. Ну а основной ингредиент, который должен появиться в вашем образе жизни, это свекла. Тоже термически обработанная. Сырая свекла, конечно, жестко раздражает кишечник и его очищает. А после термической обработки вы получаете все то же самое, только более активно. Раздражение кишечника сохраняется. А свекла своими пиксинами прекрасно связывает, опять-таки, опасные для вашего здоровья и организма соединения. И способствует их удалению из него. Ну а витамин А тоже в ней присутствует. Вод растительного происхождения. А в организме, конечно, превращается в витамина. И вы получаете вновь тот же функционал, что вам дает морковка. Конечно, если эти компоненты совместить в таком блюде, как винегрет, либо борщ правильно приготовить, вы получите еще больше пользы для вашего здоровья. Но это тема для следующих видео, которые я опубликую на своем кулинарном канале. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Если вы понимаете, что таким простым способом можно легко поддерживать свой прекрасный уровень здоровья. И обеспечить себе активное долголетие. Можете поставить лайк. Можете отметить в комментариях какую-то информацию, которая вам оказалась полезна. Вы о ней не знали. А эти винтики важны для сохранения вашего здоровья. Возможно, у вас есть какие-то дополнения к этим рекомендациям. Пишите в комментариях. Я попробую на них отреагировать. И все и вы, и другие зрители моего канала и этого видео. Они смогут получить больше информации для своего здоровья. Если вы не подписчик моего канала, подпишитесь. Сотни полезного видео на нем есть. В них можно получать полезную информацию. И использовать для того, чтобы беречь самое ценное, что у вас есть. Это не банковский счет. Вы его с собой не заберете. Это ваше здоровье. Чем лучше вы о нем беспокоитесь, тем лучше вы его правильно поддерживаете. В зависимости от вашего пола, возраста, уровня здоровья, образа жизни, который вы хотите вести. В тех условиях, в которых вы живете. Я имею ввиду климатические, экологические. Ну, в этом случае будет только больше пользы. До новых встреч на моих видео каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube, а также Школа Доктора Скачко в Instagram.